Даша любит заниматься вокалом. Песни разучивают с удовольствием и упорством. Но еще несколько лет назад не только любимое занятие, но и просто общение с другими детьми были для девочки невозможны. Из-за опухоли языка возникали проблемы с дыханием. Даша не могла нормально есть и говорить. Ее часто дразнили. Диагноз нейрофиброматоз дна полости рта, языка и окологлоточного пространства Даши поставили, когда ей не было и года. Была необходима операция. Когда первый раз мы поехали, ей сделали, удалили, укоротили язычок, подрезали его, зашили. Она приехала, стала совсем другим ребенком. Стала общительнее, стала более нормально общаться с детьми, потому что она стеснялась. Ей было уже три с половиной года, мы около четырех ей делали операцию. С тех пор Даша перенесла еще две операции по удалению мешающих мягких тканей. Все три операции в Институте челюстно-лицевой хирургии в Москве платные. Уже три раза Даша помогал собрать средства РУСФОНД. Мама девочки умерла три года назад, отец от детей отказался. Дашу и ее старшего брата воспитывает бабушка. Семья живет на ее пенсию и пособие. Сейчас девочке срочно необходима четвертая операция. Выяснилось, что опухоль в области языка вновь начала расти. Я чувствовала, что она как-то говорит, я ей как-то что-то мешать стала. Ну вот мы сделали снимки, поехали, я думала, что будет нормально. А когда по снимкам определили, что там у нее, да, новое образование появилось, поэтому надо удалять. Три раза в неделю Даша занимается слогопедом. Активно готовится к школе. Любит считать и писать. А еще большое внимание уделяет внешности. Тщательно выбирает наряды, делать разные прически, тренируется на куклах. Я хочу все такое сделать. Твердый характер Даша проявляет буквально во всем. Особенно он помогает в борьбе с болезнью. И логопеды, и воспитатели девочки отмечают большие успехи, которых Даша достигла за время регулярных занятий. Это пачка соль, это пачка указания, это пачка слини, это пачка безлимяна, это пачка мизинец. Ух ты, как ты все знаешь, здорово. Домоги. Давай, приложим. В свои 7 лет Даша очень самостоятельная. Любит не просто помогать бабушке, на кухне хозяйничает сама. Как будто она чувствовала, что она останется без родителей. Поэтому она сама. Она и маленькая, сразу стала одеваться быстрее, сама готовить и все сама. Она может себе вот что-то там. Сейчас Даша подожди. Я сама. Прохожу, она раз себе уже приготовила что-то. И даже мне часто бывает чай нальет, приготовит, принесет печенье, хлеб намажет маслом. Все, давай баба будем чай пить. Даша уже не терпится пойти в первый класс, а еще она мечтает, как и ее старший брат, учиться в музыкальной школе. И чтобы болезнь не стала этому препятствием, Даша Лепчук необходимо срочно сделать операцию по удалению опухоли в области языка стоимостью более 300 тысяч рублей. Сейчас не хватает чуть больше 80 тысяч рублей. Чтобы помочь как можно скорее собрать недостающие средства, необходимо лишь отправить СМС со словом «Дети» на короткий номер 5542. И тогда мечты Даши Лепчук обязательно сбудутся. Анна Бережная, Дмитрий Сухоруков. Новости на Восьмом. За организацию съемок благодарим трампунт медицинского центра «САНОС».